Дорогие друзья, мы продолжаем наши уроки по книге Рамбома «Фундаментальные законы Торы». И сейчас мы учим о законах, которые помогают сохранить здоровье. Пункт 5.5. Если тот, о ком сказано, погибнет и не нарушит, нарушил и не погиб, оскверняет имя Всевышнего. Если это произошло в присутствии 10 из Израиля, 10 человек, Миньяна, то он публично осквернил имя Всевышнего. Он не выполнил повелевающую заповедь освящать имя Его и нарушил заповедь запрещающую не осквернять имя Его. И все же так, как он сделал, это по принуждению. Нет за это телесного наказания. И тем более суд не может приговорить его к казни, даже за убийство, совершенное по принуждению. Потому что к телесному наказанию и казни приговаривают только тех, кто совершил преступление по собственной воле, в присутствии свидетелей и после предупреждения, что учат из сказанного о приносящем детей молеху. То есть, детей, приносящих молеху, значит, заставляющих или учащих детей языческому служению, язычеству. И обращу я лицо мое на того самого человека, в соответствии с Иисусной традицией, учат из слов того самого человека, не по принуждению, не по оплошности, не по заблуждению. Шестой параграф. И если совершивший по принуждению самое серьезное преступление и долопоклонство не подвергается отсечению души, не говоря уже о казни, тем более это касается остальных заповедей Торы, а ведь о половых преступления сказано, девице же не дай ничего, но если может спастись, избежать из-под власти царя, супостата, и не делает этого, то он подобен псу, возвращающемуся на блевотину свою. И можно считать, что он упорствует в поклонении идолам, он лишается удела в мире грядущем и попадает в низшие круги ада. Седьмой параграф, седьмой rhythms. Если инородцы сказали женщинам, дайте нам одну из вас, и мы ее оскверним. Если нет, оскверним вас всех. Пусть осквернят всех, но не выдадут они одну из Израиля. И так же, если инородцы сказали, выдайте нам одного из вас, и мы его убьем. И если нет, убьем вас всех Пусть убьют всех, но не выдадут они одного из Израиля Если сказано на одного и сказали Если указали на одного и сказали Выдайте нам такого-то и убьем Или убьем вас всех Если этот человек заслужил смертную казнь Как Шева бен Бихри Пусть они выдадут его Но так не учат поступать Если этот человек не заслужил смертельную казнь Пусть убьют всех, но не выдадут они одного из Израиля И еще один пункт Восьмой То, что сказано о поступках по принуждению Относится к больным Как именно? Если некто смертельно заболел И врачи сказали, что его можно вылечить Чем-то, что запрещено Торой То так и поступают При опасности лечат всем, что запрещено Торой Кроме того, что связано с одлопоклонством Запрещенными связями и убийством Ими не лечатся даже при опасности Если все же преступно прибегнул к этим средствам И вылечился, то суд приговаривает его к наказанию Соответствующему преступлению Видимо, сколько велика Жизнь, цена жизни человека и здоровья Что даже Тора разрешает запрещенными методами Лечить человека Ну, кроме того, чтобы нарушить Запрет о запрещенных связях Запрещенных связях Связях и убийства Будьте все здоровы Продолжение следует... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!